Обруч, халахуп. Бэйн выходит очень аккуратно на центральную линию, но закрыть его не удается. И Тинни отличным станчиком попадает. Правда, Бэйн решает зачем-то втанковать, или его Тинни выбросил сюда. В итоге Мепошка погибает, Андерлорд перетягивается, дает фаерсторм. И здесь же Разор. Но Разору можно уходить отсюда смело. 2000 по-прежнему преимущество Империи. Мы видим по Нетворсам, что Разор после этого даблкила вырывается вперед. Тинни на втором месте, лайфстиллер. Далее Сен-Кинг, далее Энигма. И только потом 4 нищих героя Имморталс, у которых все очень и очень плохо. И до сих пор вопрос остается открытым, как вообще они собираются делать камбэк в эту игру. Бедный Гирокоптер, бедный Андерлорд. Ни о каком-то более здесь не идет и речи. Нужно пытаться все-таки получить шестой на гиры и принимать какие-никакие драки. Шестой, кстати, получится уже очень скоро. Никс пока уже вкачал ультимейт, начинает пробивать Рою. Ну, будет неплохо убить его до шестого. Правда, сейчас, видимо, убьют Никса. Залетает кассочка, есть также Маледикт. Пошли неплохие шарды, Сноубол и умирает митер команда Эмпайр. Оставляют фраг Гирокоптера для того, чтобы он немножко... Ну вот да, лишние, конечно, фраги. Можно спокойно сейчас поаккуратнее отстоять эту линию, дофармить свои ключевые артефакты. Потому что, конечно, этот фит... Он сейчас все преимущество может свести на нет очень быстро. Там буквально пару фрагов и все. Ладно, главное, что фармит ФН. ФН внизу стоит, у него все довольно-таки неплохо. Топ-крипстат на этой карте имеет. 3 300 у него по нетворсам. Пока сам от него... Вихт на него, здесь Сенкинг, конечно, рядышком, но Сенкинг сейчас не заметил. И ФНчик, ФНчик подрубает ультимейт, но Маледикт не прощает его. Еще и Сноубол, это минус ФН. Да, он разменивается на Вичдоктора, но ФН фраг гораздо более сочный. Топ-нетворс. Йоку остается в песках, нет просветки, но не особо не переживают по этому поводу Имморталз. Не особо-таки его и хочется просвечивать. Все-таки Брус-страйк хочется, но... Разор убили, и ладно, и хорошо, для Имморталз. А вот имперцам нужно поаккуратнее сейчас, поаккуратней, получше посейвить своих коров, может быть, понадежнее сыграть. Сейчас уже появился Блэкхолл, скоро появится, думаю, ультимейт Бэйна. И в таком случае можно убивать любого героя. Посмотри-ка, Лайфстиллер все-таки делает билд через Армлет с Энжиньяшу. Во всяком случае, пока что ставит на него. Вот интересно, что скажут наши аналитики. Обращаюсь к аналитикам заранее, готовьте ответ на вопрос. В рубрике ответа комментатора. Какой айтем билд здесь был бы лучше на Лайфстиллера? Принимается ответ никакой, потому что это... Ну, как-то это... Это фишки. Как сказал бы Лост, не на ту бутылку он присаживается, но в данном случае все равно на какую. Потому что... Ну, потому что все равно тяжело у Лайфстиллера в этой игре. Разор, Бейн, Энигма. Слишком тяжко. В смотах твоих героя. Да, могут найти гостика. Есть Black Hole. Пока уже видят прекрасно. Летит ракетка, Фэбия, готов контролить. Ну, ракетка залетит, даже не пришлось использовать сноубол. Соло-фраг для гостика. Корейцы действуют очень здорово. У него шестой уровень, он выходит, он делает фраги. Как ты, в общем-то, и говорил. Ну, как и понятно, наверное, всем. Йоку, врывается на Вич-Доктора. Но у Вич-Доктора здесь 100% будут забирать. Он особо неаккуратно играл, потому что... Убьют позиции не так страшно, на самом деле. Убьют и убьют. Они убьют, получу фарма много на миде. Опять же, буду цитировать сегодня. Сегодня я цитирую наших аналитиков. Как говорит Энесс, в доте есть ситуация, когда кто-то должен умереть. В этот раз умер Вич-Доктор. Но Эмпи вместе с тобой уже пробивать Родин Тавр. Туда были телепорты от Империи, но они их отменили. Или их сбили. Скорее всего, сами отменили. Но может быть, что с мидл-линии кто-то там и подстанет. Там вон, Сты, Пич-Доктор. Возможно, казачки свои раскинул. Возможно. Тавр падает. Тавр бьют, конечно, долго, но вот таким вот. По крошечкам, по крошечкам и гору собирают. В принципе, получается, что Тавр должны доломать. Эмпи. Йоку тоже рядом. Ну, могли бы уже даже пешком туда идти игроки команды Эмпайр, но решили этого все-таки делать. Да нет, они не хотят. Проблема сейчас... Вело куда-то полетел. На фонтан. Проблема Империи сейчас в том, что есть вот этот Андерлорд, который будет очень сильно мешать пушить ТВРА, если просто в лобовую атаку будет идти Империя. Он просто кидает Фаершторм, и все, ты ничего уже не запушишь. Не говоря уже про заходе на хайграунд. Поэтому нужно как-то отталкиваться от другого. Может быть, от гангов, вот от этого Тини, очень мощного. Преимущество все еще Империи, и у Империи оно растет. Верхнюю вышку не допушили. Лайфстиллер 3800, Нетворс, Разор 4600. Очень много фармит. Да, теперь с ультимейтами. Кстати, у Йоку появился шестой уровень. Он пока что себе эпицентр не вкачивает, но скоро будет ультимейт, и скоро будет блингдагер. Опять Йоку где-то нахоботил себе очень много денег. Но здесь, на самом деле, не сказать, что он у кого-то их забрал, потому что Энигма стояла на линии Соло. У Тини все прекрасно, у Розора все прекрасно. Ну, запись, главное для себя, исполняет в этот раз Йоку. Ни у кого не ворует. Катапульта пошла, и сейчас Маледикт Йоку проседает достаточно серьезно. У него Транквилла в кулдауне. В этом самая большая проблема для него, потому что под Маледиктом... А то есть тут еще и Вижн где-то стоял, они его просто разминали. Я, честно говоря... Не, погоди, Вижна не было. А Крункаску в него кинул. Ну, это сложный вопрос. Бросок просто ноу-гад, но, к сожалению, такого, или к счастью, невозможно сделать в доте. Ну, ладно, Сентри там не стоит, видимо, просветки откуда-то были. Не заметили, но бог с ним, это не самый важный момент. Забрали вышку, тем не менее потеряли вышку на нижней линии. Сейчас могут потерять вообще Тир-2. А это уже очень серьезно. Это еще сильнее увеличит преимущество Эмпайр. Преимущество станет порядка 5000, если вышку за ласт хитит один из героев. Это сейчас довольно важно, на самом деле. Так, ну что, счет 6-6. 13-й минуты игры. Смог, и выход идет сюда. Здесь уже Андерлорд прилетел. Андерлорд, менеджер по развлечениям. В этот момент смог. Один герой выпал из смока. Разор остается очень опасный. Ситуации его кинули. Все закатываются в сноуболе. Маледикт на Бэйна. Бэйна очень больно. Бэйн сейчас погибнет, как Разор, который моментально отваливается. В итоге минус 2. Отличный выход от Иммортал. Очень круто они зашли. Совсем не ожидали этого имперцы. Думали, что им эту вышку уже отдают. Но нет. Пока Дубу очень хорошо отыгрывает на Вичдокторе. Он в любой момент, при любом файте находится именно в том месте. Смотри, Солянова. Оранжевое. Все оранжевое. Десвард просто отлично отыгран. Нанес кучу урона за счет Маледикта. Ну, действительно, можно так бы заниматься. И с Гаррокоптером это работает супер хорошо. Потому что Гира действительно тот герой, который может нанести под Маледикт огромное количество дэмэджа. Что с Роккберриджа, что со своего же ультимейта. Посмотрим. У имперцев начинается проблема. Но они все еще увеличивают свое преимущество. По фарму врывается сейчас на Гаррокоптер. И Гаррокоптер также исчезает еще и под стан. И он чуть ли не за прокаст от Никса здесь расплавился. Ну и фактически за прокаст. Дальше Сноуболл. Нашли мифошку. Ну нет, просто здесь отдают. И сейчас Никс может запрыгивать. Да, он сразу же выкидывает Тасика. Делает ТП, что по каскам. А касок нет. Касок нету, на счастье. И цепляют Таска. Каски только сейчас откатывают. Бросают их в Санкинга. Но Санкинг тоже на Блингдайгере уходит. Отлично все делают Эмпайр. Забирают еще двух героев. И самое главное. У меня кончились цитаты аналитиков. Я буду цитировать теперь комментаторов. Сути дела не меняет. Энигма все еще всех убьет в лейтгейме своим блэкхоллом. И ситуация у него для этого великолепная. Потому что вдвойне приятно занимать какую-то позиционку. Когда у тебя команда ведет. Ты можешь выбрать хорошую позицию. Когда ты не обороняешься. А можешь напасть внезапно из кустов. Скорость передвижения берет пока что. Там будет какой-нибудь, наверное, медасик. В перспективе. Если его уже нет. Лайфстиллер Армлет готов. Да, дело следующее следующим артефактом. Сашу Яшу. Такой самый дефолтный билд получается. Так, и выход. И Гостик. Гостик опасен. Да, Гостик опасен. Идут сейчас четвером. Возможно, это будет заброс Энигмы. Утимэр работает. Можно забросить Эфена. Врывается. Отлично. На дубу. Подцепили. Гирокоптер. Гирокоптер просто рассыпался. Работает Десвард в это время. Никсад такими темпами могут забрать. Пошел Сноубол ответный. По Гостику. Все еще есть Блэк Холл. ФФН высасывает демэш из Эмпи. Эмпи такими темпами точно ничего не сделает в этой драке. Йоку может дальше попытаться догнать Феби. И Феби такими темпами действительно может умереть. Феби отправляется в таверну. Дубу все еще пытается хоть что-то делать в этой драке. Получает Найтмор. И Вэлла. Вэлла жить. Вэлла получает Блэк Холл в лицо. Это минус. Андерлорд. Эмпи подходит. Поэтому Блэк Холл, к счастью, все же не заходит под этот Блэк Холл. Но размен уже 4 в 2 в пользу команды Эппайр. Они отлично провели этот файт. Ну, Блэк Холл, конечно, под конец. Мне было очень смешно с того, как Лайфстиллер подошел. Приготовил нож и вилку, чтобы есть Энигму. Но потом передумал. За спины. И здесь получает пинсгрип. Лайфстиллера тоже заберут. Да, Эмпи сыграл очень аккуратно. Хотя переключает армалет. И еще разок нужно переключить. Не успевает. Слишком много дамэжа от Фэна, да. Слишком много дамэжа высылал все-таки Рейзер из него. Ну, у Лайфстиллера тот самый нож и вилку отобрали в самом начале файта. То есть Эфен выбирает правильную цель для своего стеклинка. И Лайфстиллер это герой, которого напрямую контрит Рейзер. Так что здесь, ну, отличный пик, опять же, от Эмпайр. То есть Эфен здесь практически каждый файт будет. Что из гирокоптера высасывать огромное количество урона, что из Лайфстиллера. И не поймешь даже в некоторых ситуациях, из кого лучше сосать. Ну, по-моему, здесь начинается уже та стадия игры. Хотя вроде 15-я минута, но она уже начинается, когда Имморталс поможет только рапиры на гирокоптере. И какая-то уж очень удачная драка. Но у Империи все просто великолепно. Вот насколько было все хорошо у Имморталс в прошлой игре, в перспективе и вообще по самой игре. У Империи все еще лучше. На, Вэлла начинает проламывать один вышку уже потихоньку. Делает артур себя. Интересный билд. Такой андерлорд, который всех замедляет. Поцеляю. Эфен, стиклинг работает. Но есть петух Мелли, который спасает Вэлла. Не факт, что на 100%. Используется Эфен, и Фэн его забирает. Работает все-таки. Разор очень хорошо против подобных героев. Они не особо мобильны. И раз уж персонаж без эскейпа, почему бы не пристосаться к нему и по-быстрому не завершить его жизнь, его бытие на белом свете. Так, тут еще и Тавр неплохо надамажил. Или это был не Тавр? Это загадка была. Откуда взялся урон, неизвестно. Гирокоптер тем временем погибает. Загадка Габена. Терзотавр начинает проламывать. Тут еще и 84 урона. Загадки. Ну, 10-15 счет. Имперцы очень хорошо чувствуют себя на этой карте. У них просто руки развязаны. Они ломают Терзотавр. Они могут после этого отойти. Еще немного подрегениться. И пойти на второй Терзотавр уже по верхней линии. Блэкхолл должен скоро откатиться. И с этим Блэкхоллом можно будет очередной раз провести выигрышный файт. Да, торопиться абсолютно некуда. Единственный шанс что-либо сделать, это уничтожить Энигму до раскаста Блэкхолла. Но, учитывая Найтмар Бэйна, это дело очень рискованно. Он даст Найтмар, Энигму выйдет из Дизейбла и даст Блэкхолл в ответку. Да, пока что даже не делает Блин. Прекрасно понимает, что не может закидывать Нейгму. И можно кистовать таким образом Блэкхолл. Поэтому больше нужна БКБшка. БКБшка тут в любом случае нужна намного больше. Просто потому что еще и Визидоктор своими касками может сбивать этот Блэкхолл абсолютно спокойно. Ну и Тускер, конечно, может с Вернуспанча пробовать этим заниматься. Это очень тяжело. Сложно, да. Потому что надо зайти прямо со спины и эту тычку нанести еще не всегда получается. Потому что сам заходишь в Блэкхолл в некоторых случаях. Там даже со спины тебя может засосать в этот Блэкхолл, если ты очень близко подойдешь. Поэтому нужно играть максимально аккуратно. Ну что Immortals? Что они будут делать? 10 тысяч проигрывают. Ну я думаю, что попытаются какое-то еще сделать мув отчаяния. Но им очень тяжело. Надеяться на то, что соперник не зайдет из-за того, что у тебя есть Firestorm. И ты можешь отбиваться на хай-граунде бесконечно. Очень тяжело. Слишком ранние минуты. Empire просто возьмут всю карту под контроль. Выформят себе на 3-4 артефакта больше. И так или иначе закончить игру. Enigma в смоках. А в Invisia? В Invisia сейчас в гости. Ох, как сейчас можно зайти. Главное не зайти на центре. Так. Идет. Идет дальше. Центри пока нигде не стоит. Видит Фэбби. Здесь Живелла сбивает. Телепорт получает вот с панч. Используется ультимейт от Велла. Ультимейт первого уровня. Поэтому можно будет здесь убить. Может быть даже двоих приходят. Их все. Хороший Эрландж. Но... Да, двоих забирают. Они забирают. Я просто еще думаю. То есть, а что случилось? Куда они пропали? По-моему, они все-таки смогли засейвиться. Но они умирают на базе. Боже, что произошло? Очень много дамеджа. Два труба прилетела на базу. Вот по итогам. И там какой-то, может быть, Эвеландж дотикал. Но отлично. От Империи еще больше становится их преимущество. Все меньше шансов на камбэк у команды Имморталс. Остается только смотреть, как Импайр заканчивает эту игру. Давай пофантазируем, какие есть варианты. Есть вариант собрать на Разоре Аганим, например. Но Разор пока не хочет этого делать. Хочет собрать себе Блэкинг Бар. Есть вариант даже не собирать на Разоре Аганим. А просто через Тинни с дубиной через Разора. Аккуратненько заходить и потихоньку бить Тер-3 вышку. Пока еще потихоньку. 20-ая минута. Торопиться некуда. Рошан стоит. Можно сходить на него, например. Функции очень много у Импайр. И у них есть выбор. Выбор действительно очень большой. И все варианты хорошие для них. 10-17. Счет, напомню. 13 тысяч. Преимущество на 20-й минуте. Мы на 30-й минуте иногда говорим, что 10-13 тысяч. Это преимущество, с которым уже стоит считаться в команде. А сейчас это преимущество просто критическое. Учитывая пик команды Импайр, с ними драться сейчас просто невозможно. Так, что думает Дота Плюс насчет вероятности победы? 20%. 20% на то, что Импайр не закончится. Гирокоптер купит три рапиры. И за залп убьет всю команду соперника. Примерно вот так я вижу эти 20%. Ну или сберется рапира. Или там не 20, я никак не учусь смотреть. Да, там 20%. А, там 10, там 11%. Я извиняюсь. Я смотрю все время на графике, не смотрю на цифры. 11%. Ну, это более реально. Было похоже на 20. Но, действительно, сейчас Имперцы слишком сильно ведут. Если честно, даже на 11 не похоже. Похоже где-то на 2. Или 1%. Или половину процента. Или полпроцента. Ну, вот где-то на такую цифру похоже. Сейчас Имморталз. Ну, наверное... А, вот так вот они видят, что стоят на варде. И сейчас будут разбегаться. Здесь уже Гостик. Пошел Разор. Начинает подкапывать. С эпицентра подкапывают. И забирают Вело. Это минус 1. Он уже никого не отвезет. Залетает ракетка в ФН. А, ФМ пытается хоть что-то сделать. Пытается пробить дубу. Хоть кого-то нужно догнать. Веби! Забивает телепорт Блэкхолл. У Мусабр до 4 позиции. Что творят Имперцы? А почему бы и нет? Эникму подарок Анруны. Это, во-первых. Во-вторых. Ну, а смысл от этого Блэкхолла? Смысл носить его 10 минут. Первый Блэкхолл, 20 минут. Второй Блэкхолл. Все равно тратить некуда. Все равно даже без Блэкхолла Иммортлс никуда не выйдут. И ничего не сделают. Они ничего уже не могут. И не в Блэкхолле дело. Дело в том, что слишком много артефактов. Ну и Импайр нужно сейчас принять весьма ответственное решение. Им нужно зайти на Рошана и сделать себе маленький Аегис. А почему не большой Аегис? Можно и большой Аегис. Ну, обычно он маленький, а потом растет. Я не знаю. Бухнет, тухнет. Это Рошан, скорее, маленький. Растет и обрастает сыром. Ну, Аегис, это же, по идее, просто яйцо Рошан, правильно? Поэтому оно маленькое. Хотя яйца. Я не знаю. Это висит. О, боже. Я не разбираюсь настолько жестко в происхождении. Минус Лайфстиллер тем временем. 15 тысяч преимущества Империи. Ну, смотрим затем, как они будут заканчивать. Но преимущество у команды Импайр точно большое. Мипошка там уже тихонечко задумывается над тем, какие яйца собирать. На самом деле, когда саппорт пятой позиции задумывается над тем, какие яйца может собрать, у команды оппонентов должны начинаются проблемы. Слишком много золота у Бэйна. У него есть гем. Гем, кстати, свой или он из кого-то его выбил? По-моему, свой. За свой. Нет у Имморталс денег на гем. Уж точно. Там Гирокоптер БКБ не может дофармить. Он просто не нужен против Эмпар, по большей части. Ну, да. Сломать вардов, в принципе. Нету каких-то персонажей, которые прям слишком сильно эвейдятся с помощью какой-то инвиза. Хотя у Тини может быть что-то появится. Типа Штилблейда. Даже если так, он прыгает с Блинкдаггера всегда, и очень тяжело будет среагировать. Ну, вот БКБ есть на Гирокоптере, но с Энжин Яши на Тини, БКБ на Розоре сразу же появляется. На Рошана не торопится заходить, чтобы не рисковать. Опять же... Ну, надо уже. Надо, ребят. Чем быстрее заберете первого, тем быстрее появится второй. Очень надо. Скорее всего, использовали гем для того, чтобы снять вижен, и сейчас уже точно зайдут. Тасик. Тасика убьют. Тасик. Умирает здесь снова, забирает его Йоку. В этот момент какая-то стычка идет на центральной линии. Ну, МП пытается драться с иллюзиями, на самом деле. Понятное дело, сейчас Лайс Лидера все-таки убить. Возможно, Бен потратил ультимейт. Я вот смотрю на... А, нет. Он только откатил, он тратил его давно. И сейчас... Теперь все ультимейты есть, и наконец-то имперцы заходят на Рошана. Но давно было пора, потому что сейчас уже... Даже без Аегиса можно пытаться зайти. С Аегисом так тем более. С Блэкхоллом, с Блингдаггером, с Блэккбэшкой. Откуда, что это вообще за графики? Дота Плюс. Давай ты не будешь болеть за... А, нет, 10%. Еще на 1% уменьшилось. Просто какая-то у нас тут вверх. Откуда вообще этот подъем вверх взялся? Я не совсем понимаю. Все хуже и хуже. Ситуация у Иммортал. Ну, там, может быть, шкала сама как-то уменьшается по этому поводу. Непонятно. Непонятно. Что-то... Дота Плюс знает что-то, что не знают мы. Например, вот фрактные мифошки. И... Энигма. Прыгай. Ой, какой Блэкхольчий! Хорош! Триггеры попадают. И отлично забирают их. В итоге... Оу! Какой ультимейт от Ундерлорда. Он успел! Он успел двоих засейвить. Умер только Лайфсиллер после Блэкхола. Фантастика! И стоял еще ультимейт от Вичдоктора. Получилось забрать Бэйна. Хотя, по-моему, палка стреляла в это время только лишь по Гостику. И Гостика она сильно не пробила. На, вот он, чистый урон. 900 на каждого персонажа. Но это суперхороший был Блэкхол. И бил Тинни. Я вообще не понял, почему персонажи жили больше, чем 2 секунды. Да, это хороший вопрос. Но Вела. Вела, можно сказать, сейчас дал шансы... Вот, наверное, это и есть вот эти вот 10%. Что Вела будет всегда так кастовать свой замечательный ультимейт. Да, нам показывают, подсказывают об сервере, что, возможно, из-за ауры. Но Тинни-то пока что... Он, конечно, больно бьет с руки. Но основной его урон, естественно, идет с раскаста. Самый болезненный. И вот начинает собирать уже какие-то глиммеры. Какую-то защиту. Но Блэкхола теперь нет. А, казалось бы, на Верочку. Я уже все, я уже видел, как все три героя погибают. Но они просто исчезли. Они упали в эту черную дыру и оказались на фонтане. Да, вся комбинушка работала очень хорошо. От Эмпайр там и Эпицентр, в принципе, можно кастовать. Ну, скоро откатится уже Эпицентр. Там 20 секунд, 30 секунд. У Бэйна появится ультимейт. И можно снова принимать драки. Без Блэкхола, в принципе, сейчас абсолютно спокойно можно будет разбираться с командой Иммортал. 20 тысяч преимущества на 26-й минуте. Это не шутки. Это слишком много. Это не камбэк, кажется. Это очень сложно за камбэк. Ну, я думаю, что Гирокоптер уже... Ну, либо он делает какую-то Линкинг-сферу, либо он уже понял, чем пахнет и начинает. Ну, вот Сенжиньяш пока еще для статов. Сенжиньяш для того, чтобы с прокаста не погибать. Но вот назревает, назревает решение купить что-то очень жесткое, типа того же Рапироса. Лайфстиллер. Уйдем. В этот момент на руне драка. Там забирают Таска. Никса его нашел. И Рошан все еще, кстати, не забран Империей. Ну, ребят, пора забрать Рошана. Но пока вы не заберете первого, второй не появится. А нужно разгонять Рошанов и заканчивать эту игру. Все-таки сейчас и еще долго у Империи явное преимущество за счет Блэкхола. Камбэк здесь делать практически нереально. Но если затянуть в супер-мега-лейт и даже вот до каких-то хиксов, до каких-то дополнительных артефактов, до урона Имморталлс, уже будет не так приятно, не так комфортно. Ну, вносят, да. Вносят хех все-таки такие поправочки. Я вообще не знаю, честно говоря, как читается график дота-плюсовский по вероятности победы. 6. То бишь, нетворс плюс опыт или какие-то артефакты тоже берут все. Просто не задавайте вопросов. О, а с первой минуты у Имморталлс было больше шансов на победу, как он показывает этот график. Но он верил в пик корейского коллектива. Очень странный график. Я уже давно сказал, что все, что касается прогнозов и советов от дота-плюс, ну, это не очень пока выглядит. Статистика, вот просто сухая статистика, по которой ты сам можешь сделать какой-то вывод. Это да, это круто. Например, свод к смерти. Одно, наверное, из лучших с точки зрения просмотра. Так, Бэйн ловит гирокоптер, но это минус гирокоптер. Должен быть. Хотя касочки закидываются. Маледикт по Никсу, он попытается пробить, но дэмэдж просто не проходит по нему даже с Десварда. Эмпи хотел там в него врезаться, врывается в это время Йоку, не цепляет Эмпи. Работает ультимейт на Эфене все это время. Хотят зайти имперцы на хиграунд. Они ничего не потеряли за этот файт. Только лишь ультимейт Бэйна был прокастован, но Эфен делает телепорт. А тосом цепляют Никса. Уходит, пытается уйти тени, еще и форсап. Гонят за ним дальше, пошел Нигмань. И Нигма сейчас будет прыгать. Огося, хороший Блэхолл по троим. Снова можно взрывать Лайфстилера. А прямо сейчас нужно его убить. Остается в живых только лишь Лайфстилер и Вичдоктор. Работают каски, но Эмпи тут долго жить не будет. Это минус Эмпи, минус 4 в исполнении команды Эмпайр абсолютно без размена. Никс выживает после Маледикта и нужно забирать сторону. Как минимум одну. Есть байбэк, конечно, у Лайфстилера, но не факт, что этот байбэк здесь хоть каким-то образом поможет. Не факт, что есть вообще смысл байбэкаться. Нет, ну я вообще, конечно, смотрю, даже без Блэхолла здесь что-то очень тяжело было сделать. Я думаю, если бы Гостик просто прыгнул и постелил Мид Найт Пульс без Блэхолла, все равно максимум одного героя бы смогли забрать, но Лайфстилер бы никак не выжил. Это при том, что драка без Эфена. Эфен просто улетел из этой драки. Даже вчетвером Эмпайр вот настолько сильны. Забирают центральную линию. Да, даже без Рошана уже можно 24 тысячи преимущества. Ну и что, кажется, это первая игра, которая закончится со счетом не 2-0, хотя пошел также еще и под стамп. А Мипошка, хотя не докатился немножко, Таск. Может быть, Мипошка здесь еще и уйдет. Ну, Бэйн. Хороший делает поворот. Нет, Кугли Меркейпа, да. Пытается сделать лепорт, и у него получается это сделать. Мипошка спасается. Абсолютно все спаслись, никого не забирают Эмморталлс. Ну, ничего не выходит у этой команды таким пиком. Здесь уже огромный перефарм. Очень тяжело что-либо сделать. Лайфстилер с Энджиньяша и Армлетт. Артефакты, которые хороши были минут 10 назад, но сейчас ему нужно еще один или два, чтобы нормально пробивать. Вот они, топ-нетворсы команды Эмморталлс. 10 тысяч. У Рейзера на минуточку 17, у Тинья 16. Это супер большой перефарм. Чехарда в исполнении Эммпайр и Матллс. Плюс один кор просто по Нетворсам для команды Эммпайр сейчас должен быть. 25 тысяч Нетворс. Причем такой увесистый кор, какой-нибудь алхимик, я не знаю. Но Эмпи попытаться забрать Эмпи, подцепили. Есть Сноуболл, пытается сейвиться. Засейвил также еще Эмпи и Фэби засейвил Эмпи. Фэби сейчас должен избирать Эмпи тоже, на самом деле, горит, потому что он рядом с Никсом. Прожал рейдж, залетает ракетка в Никса. Никсу вообще не больно, а в него она залетает под БКБшкой. И в итоге это минус Тускар только лишь. Пока что, на самом деле, отделались с малой кровью игроки команды Эмморталлс. Мог бы умирать здесь еще и Лайвстиллер. Но Лайвстиллер не может драться. Он постоянно убегает от Разора, и убежать от Разора очень тяжело. Если он не убегает от Разора, то он находится в Финсгриппе Бэйна, либо в Блэкхолле. Что-то сделать. Пора вспоминать про Рошана в команде Эмпайр. Потому что действительно они могут его забрать и не закончить. Я так понимаю, они просто не хотят идти туда и как-то терять вообще темп. Они просто хотят постоянную осаду держать. И вместо того, чтобы отходить на Рошана и давать там еще лишнюю минуту какую-то пофармить, они просто постоянно идут и забирают героев соперника. Постоянно давят на них тоже? Хорошо. Ну, хочется забирать строение соперника, на самом деле. Разобирают. Кажется, так можно вот от выигрывать. Ну, вот сейчас Никс забирает, конечно, Шрайн, в принципе. И должно с честь за подобное действие. Кидается Мипошкой. Ну, это минус Шрайн, конечно. Никс забирает дерево и готовы драться. Эмпайр. Есть Блэк Холл, есть также еще и Финс Гриб. С этими скиллами весьма неплохо. Можно влететь, врывается неплохо Йокуп. Только лишь по одному пока что подцепил. Вэлла. Вэлла не совсем тот герой. Блэк Холл хороший по-троим залетает. Дубу ставит свой Десвард, но Десвард не такой-то уж и Дес. Выкидывает Дубу, Дубу умирает. Убивает ФН также сейчас еще и Эмпи. Это минус 3 в исполнении команды Эмпайр за один Блэк Холл. В итоге еле живым остался Фэби, еле живым остался также еще и Герокоптер. И нужно что-то делать с Хэйграундом. Но ничего ты уже не сделаешь. 30 тысяч преимущества за Эмпайр. Они забирают 3-3 вышку. Причем вышка падает довольно-таки быстро. Но это избиение. Здесь опять эффектный. Блэк Холл, байбекаются, попытаются навязать Драку, когда нет Блэк Холла. Хоть кого-то забрать, но в итоге Тасик выигрывает немного времени. Разор разворачивается, под Глиммером находится, цепляет Лайвстилера. Статик Линк рвется, но теряют только Таска и опять остаются втроем. Эмпайр все еще никого не потеряли, даже без своих ультимативных спылов. И сейчас будут заходить и еще раз делать попытку забрать Бараки. Герокоптер расстреливает Атос, Глиммер, пытаются пробить Разора. Ульта, ульта, ни в кого не попадает этот Герокоптер. Бараки все еще живы, цепляются как могут, но разрыв уже 33 тысячи. Более того, потрачены байбеки, откатываются они в доте очень долго. И Разор делает Аганим на случай, если уж игра затянется. Хотя, по-моему, он не успеет его доделать. Скорее всего, Эмпайр убедят раньше. Цепляют Разора, цепляют с помощью Питов Малес. Сложно убить, слишком сложно убить Афэна. Роя пытается здесь хоть каким-то образом отпушивать еще, но даже Мипошку. Наверняка они убьют, он выкинул что-то. Что-то нужно забрать. Отлинил телепорт. Что происходит? Не знаю. По-моему, мне Пошка просто рофит уже в этой игре. Ты посмотри, где графики, они просто в нуле. 0% на победу. А можно просто автоматически ГГ писать в таких ситуациях? Я очень хочу посмотреть просто на то, что в какой-то момент, после вот этой цифры 0, команда выиграет. И что скажет кто-то плюс на это? 0% никогда не может быть. А вдруг Эмпайр сейчас просто возьмут и зальют? Ну, они просто могут пойти сейчас фидеть под фонтан и игра как бы закончится. Не вы их пользу. В это время Black Hole. Black Hole неплохой. Опять же, по-троем персонажам. Гостик не кидает Black Hole меньше, чем по-троем героям. Йоха в это время просидит в центр. Забирает Ройюн. Good game. Well played. It Immortals соглашается со своим поражением. Ну, не сильно тормозили, как только графики... Dota знала. Dota знала, что так будет. Она видела этот момент. Преклоняюсь перед Dota, перед ее искусством предвидения. Но, конечно, да, процент, может быть, он там был неровно 0, но минимальный на то, что выиграет команда Immortals. На этот раз отличный пик в лейт. И вообще отличные линии. Первая стадия. В mid-game все сделали очень хорошо. Отлично сыграл Никс. И закономерная победа. Я, честно говоря, вообще не видел с самого начала игры ни одного шанса у Immortals хоть что-то сделать. Да, пик слишком сильный в Empire. Ну, мне понравились Black Hole. Очень понравились Black Hole. Гостик действительно, по-моему, все свои Black Hole кинул как минимум по трем героям и затащил. Там были Black Hole в одного героя, но просто потому, что он давал их где-то на ранней стадии. В общем-то, здесь даже без Black Hole в общем-то в какой-то степени Nigma работал как сдерживающий фактор какое-то время. И даже этого хватало. И даже без Black Hole все было неплохо. Потому что Razor, великолепная игра от FN, отставил свою линию и сделал все очень-очень здорово.